Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 10, стихи 46 по 52. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Во времена, исходящий Иисусове, от Иерихона и учеником Его, и народу многу, сын Тиме, Фортиме слепы, сидяше при пути прося. И, слышав, як Иисус Назарянин есть, начать звать и глаголати «Сыне Давидов Иисусе, помилуй мя!» И прищаху Ему мнозие да умолчит, он же множие паче с ваше «Сыне Давидов помилуй мя!» И став Иисус рече Его, возгласите, и возгласише слепца, глаголюще Ему, «Дерзай, восстанье заветя!» Он же отверг ризы своя, восстав при дикой Иисусове, и отвечав глаголы Ему, «Иисус, что хочешь, и да сотворю тебе!» Слепыше глаголы Ему, «Учителю да прозрю!» Иисус рече Ему, «Иди, вера твоя спасетя!» И обе прозре, и по Иисусе, иди в путь! Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Направляющийся на праздник Пасхи в Иерусалим, Христос с учениками проходил Иерихон, город, который находился на расстоянии 25 километров от Иерусалима. По иудейской традиции, те жители деревень и городов, которые не могли отправиться на праздник Пасхи, становились вдоль улиц по пути паломников, чтобы поприветствовать их. Поэтому по обоим краям дороги было очень людно. Были там и недоброжелатели, которые вышли, чтобы увидеть того самого Иисуса из Назарета, о котором так много говорили книжники и фарисеи. На выходе из Иерихона сидел нищий по имени Вартимей. Блаженный Августин так писал о Вартимее. В Евангелии от Марка два слепых. Описаны так, что один из них представлен как человек известный и в этих местах знаменитый. Это видно из того, что Марк приводит как его имя, так и имя его отца. Подобное почти не встречается в рассказах о многочисленных случаях исцеления Господом. Едва ли можно сомневаться, что этот Вартимей, сын Тимеев, пережил утрату высокого положения и теперь слыл несчастнейшим человеком, ибо он был не только слеп, но и просил милостыню. Услышав гул толпы, Вартимей спросил о том, что происходит и кто проходит мимо. Узнав, что это Иисус, слепой поднял крик, чтобы привлечь внимание Господа. Этот крик, конечно, мешал слушавшим поучения Христа, и они пытались успокоить Вартимея, но тот не хотел упустить такой уникальный случай, избавиться от своей слепоты, и кричал так громко и настойчиво, что шествие остановилось, и его подвели к Спасителю. Святитель Игнатий Бринчанинов замечает, «Воспрещали слепцу вопиять, и вопиял он тем сильнее, повелевали слепцу молчать, и вопиял он тем громче». Так должны поступать и мы. Мы должны преодолевать и попирать все препятствия к молитве. Мы должны оставлять без внимания все препятствия и молиться тем ревностнее и усерднее. Вартимей называет Иисуса сыном Давидовым, потому что Христос был исполнением пророчества. Господь был обещанным Мессией, что значило, что он был от семени Давида, поэтому люди, вера которых была сильна, называли его сыном Давида, то есть Мессией. Как только слепой узнал, что Спаситель все же обратил на него внимание, безо всякого сомнения, он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Эта верхняя одежда – все, что у него было, символ нищеты. Оставляя ее позади, Вартимей тем самым показал, что он готов верить себя в руки Господа, и помощь Христа ему нужна для совершения новой жизни, а не для жалости к себе. Священномученик Григорий Шлистимбурский пишет, «Он вслед за зовом сбрасывает верхнюю одежду, встает и идет. И ты сбрось верхнюю одежду. Верхняя одежда, как ее носили в древности, связывала члены тела, мешала полной свободе движений. Значит, надо сбросить и обрезать все внешнее, связывающее с землей, лишающее душу свободы парения к Богу. Потом тебе, освободившемуся от земли, надо встать и пойти по Христову пути, навстречу Христу, то есть надо и делами, и жизнью пойти по Христовой дороге, пускай спотыкаясь и падая, как спотыкаются слепые». На глазах у огромной толпы и учеников Господь неспроста спрашивает в Артемея, «Чего ты хочешь от меня?» Во-первых, для Христа важно, чтобы человек выстраивал свои отношения с Богом только на честной и сознательной основе. Во-вторых, Господь наставляет учеников, являя им пример веры в Артемея, так как вера является важной составляющей чудо Божие. Христос, совершая чудо над слепым, произносит слова «Иди, вера твоя спасла тебя», открывая, что в Артемей получил не только физическое, но и духовное исцеление, чтобы следовать по пути к Царству Божьему. Истинный путь ко спасению души, дорогие братья и сестры, лежит через веру. Всякое сомнение, всякая духовная, жизненная слепота, такие, как сомнение, отчаяние, уныние, полностью исчезают из нашей жизни, если мы взываем к помощи Божьей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok